Приветствую вас, председал ваш вопрос, и давайте будем разбираться с тем, что вы здесь написали. Ситуация такая, мы с супругом живем в Москве, среди работы, а его детей от первого брака я посетил в свою квартиру в Питере на время их учебы, так нам удобнее и выгоднее в финансовом плане. Ну, вы в этом, безусловно, молодец. Мария, вы молодец, что поступили так, это очень хороший, великодушный поступок. Вопрос в том, как ваш муж и как дети, которым 19 и 17 лет, как они это восприняли. Потому что вот вы далее говорите о том, что вы с ними не очень хорошо общаетесь и не очень хорошо дружите. Вот, видимо, их так настроила мать, но вы понимаете, это люди уже взрослые, и как бы их мать не настраивала против вас, но простите, вы пустили их в свою квартиру. И я полагаю, что адекватные взрослые люди понимают, что этот поступок хороший и понимают, что, ну, как минимум, за это вам нужно быть благодарными. Благодарными. Вот здесь, в этот момент, как-то вот нужно прояснить, но я его еще коснусь. А далее, значит, в этой своей квартире жили мы своей семьей. Я старший брат и родитель. С детства я стеснялась обстановки в нашей семье, так как, во-первых, папа, к сожалению, был склонен подскандалить. Так, вы пишите, что с детства я стеснялась обстановки в нашей семье. Здесь сразу к вам будет такой вопрос. Вы почему берете на себя ответственность за, например, своего папу? Папа скандалит. Это его выбор. Это его право. Это его модель поведения. Вы здесь, собственно говоря, при чем? Какую вы ответственность несете за то, как ведет себя ваш отец, ну, или вел себя ваш отец? Вы пишите, что они ушли из жизни. Примите мои заболевания. Вот, значит, тем не менее, какую вы несете ответственность за то, что, значит, ваш отец вел себя плохо? Например, откуда вот это у вас чувство вины перед другими? Не потому ли, что ваш отец скандалил и хотел, чтобы вы, именно вы, были определенной для него? То есть, чтобы вы определенно себя вели, чтобы вы определенно взаимодействовали, чтобы вы соответствовали его видению и так далее. То есть, чувство вины за что-то, это, во-первых, непринятие себя, стеснение, это вот стеснение, это есть непринятие себя. То есть, непринятие каких-то своих особенностей, своих черт, своих характеристик. И взятие ответственности за других. И тем самым, когда вы берете ответственность за других, вы бежите от своей ответственности за себя. И получается, что, беря ответственность за других, вы действуете себе в ущерб. И к этому вас, возможно, косменно или прямо принадлежит ответственность. То есть, здесь нужно вам подумать о том, чтобы выстраивать личные границы. То есть, где моя ответственность, где ответственность других, почему я должна отвечать за других. И думать, хотя бы вот сейчас подумать о том, чтобы определить, что именно в себе вы не принимаете. Нет, ну, серьезно, плохо ведет себя ваш ответ, а вы стесняетесь. Ну, как вы, я надеюсь, понимаете, что это не совсем нормально. Далее, брат ушел из жизни самоубийством, и, как потом выяснилось, были замечены наркотики. Даже в психиатрии лежал. Ну, у брата вашего были явно серьезные проблемы, с которыми он не справился, и ответственные за это именно родители. Ваши родители. Также примите мои, пожалуйста, соболезнования. И здесь я должен вам дать вопрос. Как вы пережили его смерть? Вот это вот травма от потери брата, любили ли вы его, какой опыт вы вынесли, чувствуете ли вы себя виноватой перед ним, за то, что он ушел, и так далее. Бабушки на лавочке осуждали наших родителей за то, что случилось с братом. Ну, надо сказать, что, понимаете как, осуждать это легче всего делать, то есть легче всего кого-то взять и осудить. Ну, на самом деле, осуждение, оно неверно, потому что у каждого свой путь, и все мы люди, и идеальных людей не бывает. Или ваши родители, они делали для вас и вашего брата, я уверен, все, что могли. Они ответственны за то, что с ним произошло, но не виноваты. То есть виноватость искать не нужно. В конце концов, это решение вашего брата так поступить. И это он эгоистично поступил по отношению к своим родителям, которые, получается, пережили своего ребенка по отношению к вам. Да ко всем. Это брат поступил эгоистично. И это его ответственность. А вот то, что бабушки осуждали ваших родителей, связано с тем, что они просто сплетники. Они просто сплетники. И это, в свою очередь, вытекает из пустоты их жизни. Подумайте сами. Что нужно для кого, чтобы сплетничать? Какие люди будут сплетничать? И какие люди будут прислушиваться к этим сплетням? Подумайте о том, каково ваше отношение к людям, которые, например, распускают сплетни и которые их слушают. Вот просто постарайтесь выработать свое отношение к этим людям. Далее, значит, ну вот вы пишите, что у ваших родителей нет. Стыд за свою семью, свой род у меня остался сильный. Ну вот это ответственность, значит, чувство вины, граница вашей ответственности, чувство вины, принятие себя и понимание природы социального мнения, общественного мнения. То есть общественное мнения, оно таково, что изначально любого человека, вот любого человека, общественное мнение, оно обезличивает совершенно. То есть вот просто берет и обезличивает. И это связано с тем, что данный момент выгоден тем, кто обезличивает. Это выгодно людям. Это выгодно обществу. Общество действует именно так. Оно целенаправленно обезличивает, значит, людей, целенаправленно обезличивает, ну, условно говоря, личность. Для того, чтобы подстроить его, ее точнее, личность, чтобы подстроить под свои какие-то взгляды, свои какие-то там ценности. Под свое восприятие, которое ему, обществу, ну, кажется, кажется наиболее правильным, наиболее верным и так далее. И надо сказать, что все общество такое, оно все такое, оно не может по-другому. Для него, для общества, это нормально, это совершенно. Поэтому я здесь рекомендую вам постараться вот этот момент принять. то, что общество всегда и везде во всем, старается обезличить других людей, членов, членов своего, ну, себя, членов своего, ну, членов самого себя, да, скажем так. Вот. Она пытается обезличить для того, чтобы можно было подстроить людей под себя. Далее. Значит, рядом со всей квартирой с общим коридором. Давно живет женщина, одинокую, у нее есть внук, которого сын ей оставляет около 45 лет. Вы знаете, Мария, вот здесь я вам хочу сказать, что вы немножечко отдаляете сейчас от своей проблемы. Надеюсь, что вы меня понимаете правильно, потому что важно, чтобы вы меня поняли. Вы отдаляетесь немножечко от проблемы своей сейчас. Потому что, потому что вы говорите о людях, ну, об определенных, об определенных людях, как вы говорите, да, которые к вам отношения, может, даже и не имеют совсем. Вот. То есть, понятно, что вас волнует их мнение, понятно, что вас волнует, как они, там, например, к вам относятся. Это понятно, безусловно. Но, тем не менее, вы немножко отвлекаетесь. Вы отвлекаетесь от изначального своего, как бы, послания, сообщения. Вот. Надеюсь, вы это понимаете сами. Значит, она достаточно лестивая. Ну и что? Как вас это задевает? Сплетница. Ну и что, опять же, как вас это задевает? Интриганка. У нее было немало мужчин. По крайней мере, мы часто видели, как к ней ходили. Ну и что, опять же. Ну, ходили к ней они. Ну и почему вас это беспокоит? Почему вас это волнует? Почему вы заостряете на этом внимание? Вот вопрос основной, который меня интересует. То есть она живет своей жизнью, она выстраивает свою жизнь так, как умеет. Да, не идеально, да, можно лучше, но вот она так, вот она такая. И что дальше? Почему вас это задевает, вас это беспокоит? Далее вы, как бы, говорите, что, значит, что удивительно все соседи, в основном пожилые, относительно нехорошо, так как умеют разговаривать и умеют производить положительные впечатления. То есть вы здесь, с одной стороны, осуждаете людей, которые, вот, испытывают к ней симпатию, да? Вы, как бы, говорите, что она этим людям пускает в глаза пыль. С другой стороны, с другой стороны, вы, как бы, не подвергаете сомнению то, что вы о ней думаете, это правда. То есть вы никак не подвергаете сомнению то, что, вот, ну, то, что вы о ней говорите. То есть вы уверены, что она интриганка, вы уверены, что она сплетнична. Пусть это даже так, но это не делает ее плохой. Это не делает ее какой-то, там, неправильной. Это не делает ее именно плохой, это не дает права вам ее осуждать на самом деле. Понимаете, вот, если вы оцениваете другого человека, а вы это делаете, судя по тому, что вы пишете, то нет ничего удивительного в том, что и вас тоже, как бы, будут оценивать, вас тоже будут осуждать. Нет, нет в этом ничего удивительного, к сожалению. То есть если вы не хотите, чтобы вас оценивали, если вы не хотите, чтобы вас оценивали, то и вам не нужно это делать. А вы это делаете. Далее вы, как бы, как бы, поясняете, что я точно знаю, что она пыталась, значит, увезти из семьи моего в сад. А мы-то много зарабатывали. Ну, я полагаю, что именно это и заставило вас думать об этой женщине плотно, я так подозреваю. Вот. Но, тем не менее, вы, опять же, вы, опять же, здесь, как бы, переносите ответственность. То есть дело не в том, что она пыталась увезти, она могла это делать, потому что это, как бы, опять же, ее право, это ее ответственность, как бы, тяжело вам не было это слышать. И ее право так делать, понимаете, она-то преследовала свои цели и все. Это проблема вашего отца в том, что он допустил такие, ну, вот такое, что вы об этом знали. То есть, видимо, у него с вашей мамой были проблемы определенного рода. И из-за этих проблем, значит, вот вы узнали о том, что она пыталась там увезти его. Но это ответственность вашего отца, а не вас. То есть вот это вот тоже, как бы, нужно понимать. Это нужно понимать достаточно хорошо, потому что это важно. Граница ответственности важна здесь, в данном случае, очень сильно. Далее, значит, так, не так давно, она внезапно начала гадать, открылся ДАСС, толпами теперь к ней ходят люди. Ну, здесь неплохо было бы узнать о том, вот вы, ходили ли вы к ней, то есть откуда вы знаете то, что вот у нее открылся ДАСС и так далее. Это первое, да, то есть откуда у вас эта информация. Информация, особенно если вы, скажем так, живете, ну, в Петербурге. То есть вы, в принципе, не могли знать вроде бы, как они, то есть вы, что получается, вы за ней следите или что. То есть вот здесь, на мой взгляд, это вот нужно тоже выяснить, если следите, то, соответственно, зачем, зачем вы это делаете. Вот. А если вы узнали о ней случайно, то, соответственно, вопрос, который меня волнует, это то, если вы знали об этом случайно, почему вас это, опять же, волнует? Ну, делает, ну, делает она вот так вот, ну, занимается она этими вещами, вот. Ну и, и что? Знаете, и как бы, ну и что? Ну, занимается она этим. А вам-то что? Знаете, в чем дело? Вот, эээ, основной момент, эээ, какой. Вам-то что? Почему вас это беспокоит? Далее. Эээ, у меня появился страх того, что она может как-то образом прийти обо мне в песне и вести интриги. Например, эээ, к Муне просить это выражение и клеится на говаре. Но это скорее, эээ, у вас, эээ, не уверены в себе, потому что, эээ, даже если, эээ, даже если так, даже если она, эээ, действительно, эээ, что-то там, эээ, собирается делать, даже если так. Только, эээ, во-первых, вы, эээ, своего мужа, эээ, никак от этого не убережете. Это первое. Второе. Эээ, значит, эээ, значит, Эээ, если муж поддастся на ее сплетни, Эээ, значит, эээ, так ли, эээ, эээ, так ли, эээ, вообще, эээ, ваш муж, эээ, вами, ээээ, драще. Ээээ, начнем с этого. Ээээ, значит, ээээ, и, ээээ, что бы она ни сказала, ээээ, вам, и ему, и кому-либо другому, а вас, ээээ, что бы она ни сказала, ээээ, что бы она ни сказала, ээээ, это вряд ли может соответствовать действительности, хотя бы потому, что она не знает вашу жизнь и внутри. И судит по тому, что видит, судит по тому, что, как, ээээ, складывалось именно ее, ээээ, впечатление о вашей жизни, о вас там и так далее. И вопрос ведь в том, почему вы считаете и, скажем так, позволяете себе бояться того, что человек скажет неправду, и эта неправда как-то повлияет на тех, кто, например, вас любит. То есть вы боитесь того, что человек поверит в то, что она сказала про вас, вы боитесь, что человек поверит в это, и вы его потеряете. То есть это, возможно, у вас говорит страх остаться одной, например. Страх потерять, ээээ, допустим, ээээ, своего мужчину. Вот так вот, ээээ, думается мне. Поэтому, ээээ, здесь, я полагаю, нужно обязательно рассмотреть конкретно, почему вы этого боитесь. То есть, ээээ, понимаете ли вы, что сплетни, это неправда. И понимаете ли вы, что сплетни порождаются людьми только теми, у которых, у самих, пуская жизнь, это раз, и два, сплетни воспринимаются тоже характерными людьми. Далее, никто не уведет вашего мужа у вас, если он вас любит, если у вас с ним все в порядке. И напротив, кто угодно может его увезти от вас, если у вас нет проблем. Поэтому, бояться, эээ, того, что ваш муж, эээ, может, там, с ней доигрывать, вы можете сколько угодно, но, эээ, делу это не поможет ваш, ээээ, страх. Так, если вы действительно хотите, чтобы у этой женщины, например, не было шанса какого-либо вообще, то нужно заботиться о отношениях, об отношениях со своим мужем, и не бояться его потерять. Потому что, если вы боитесь его потерять, то вы не свободны, а если вы не свободны, то, соответственно, вы не можете быть равноправны в отношениях и, эээ, вы, ну, выстраивать адекватную модель поведения. Вот, вот. Значит, далее. Кроме того, эээ, я думаю, что она, эээ, скорее всего, вас уже давно забыла, забыла, потому что прошло, эээ, и, эээ, нет смысла, эээ, распускать сплетни о тех, кого нет, ээээ, кого ты не видишь, и так далее. А вы тут почему-то живете не с ней, и поэтому я не думаю, что, эээ, можно распускать сплетни о тех, кого уже давно нет. То есть, эээ, сплетня распускается, как, как правило, про тех, кто актуален. Это раз, два, ага, гадалки, если она действительно гадает, эээ, никогда не будут этого делать, потому что, да, они портят репутацию себе. Если она не дура, она не будет себе портить репутацию, а если к ней ходят все толпами, то, эээ, репутация ей дорогая, и она не будет, ээээ, эээ, как бы, распускать сплетни. Кроме того, основной вопрос, почему вы думаете, что она будет, эээ, сплетничать именно о вас? Чего вы так боитесь? Нет ли у вас того эффекта, который, эээ, иногда, эээ, встречается у людей? Вот знаете, эээ, бывает, эээ, бывает так, что, например, человек, который в чем-то не уверен в себе, он думает, что об этом все говорят. То есть он, как бы, как бы, эээ, постоянно ожидает, он, как бы, ожидает того, что, эээ, о нем будем говорить, говорить, постоянно. Он, как бы, этого ждет, эээ, этот человек, эээ, постоянно подобного. Вот. И он этого ждет именно потому, что он, как бы, сам этого боится, он об этом думает, и он проецирует то, что, эээ, думает на других, других людей. И, вот, ага, мне, эээ, представляется, и мне, эээ, видится, что у вас, эээ, ситуация именно, вот, такая, как это, вот, мне, эээ, видится. И я полагаю, что здесь нужно в первую очередь прояснить, почему вас саму так волнует то, что, эээ, будет, там, например, говорить она, или что будет делать она, и так далее. Вот, с чем это связано, мне, эээ, представляется, что это, эээ, куда более важно, чем то, что вы, эээ, ну, делаете, например, сейчас, чем то, что вы пытаетесь делать сейчас. Я имею ввиду, эээ, например, я имею ввиду, например, я имею ввиду, например, то, что вы пытаетесь там, как-то, вот, узнать у нее, эээ, что-то, и так далее. Это, вот, эээ, посмотрите, затраченная энергия впустую у вас идет. Значит, ээээ, так, дети мужи относятся ко мне ровно, доброжелательно, но мы не особо трутим и общаемся. А вы бы хотели, эээ, других отношений с ними, эээ, с ними, вы бы хотели, эээ, других взаимодействий, эээ, с ними, вот, эээ, постарайтесь, пожалуйста, этот момент, эээ, пояснить, если, эээ, можно, это очень, эээ, важно, это очень важно, чтобы вы это пояснили, потому что, если вы, например, эээ, хотели бы, чтобы у вас, эээ, с детьми мужа, ээээ, ситуация была лучше, то над этим, как бы, нужно работать над тем, чтобы ситуация с ээээ, эээ, эээ, детьми вашего мужа, эээ, эээ, была лучше. Если вы, ээээ, эээ, ээээ, просто хотите, или если вы хотите, потому что боитесь, например, чего-то, это уже немножко другой момент. Поэтому, ээээ, я полагаю, что, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот вы что-то уже сделали, да, вы, там, грубо говоря, вы, допустим, пустили их к себе в квартиру. Это само по себе довольно, как я уже сказал, довольно хорошее, серьезное и благородное решение. И если люди адекватные, они обязательно оценят нам то, что вы сделали. Вот, значит, видимо, мама настроилась так. Но опять же, вот опять, вы, как бы, говорите, что это мама настроилась так. А то, что они сами, может быть, к вам относятся так, объективно, вы об этом, ну, как бы, либо не догадываетесь, либо не допускаете этой мысли. Хотя, в действительности, это очень может быть, потому что дети взрослые, и они понимают, что, например, у их отца должна быть своя жизнь. Они понимают, что, в общем-то, он имеет право быть счастливым. Они это все понимают. Но им тяжело это принять. Потому что все-таки вы чужая женщина для них. И они, ну, не могут. Они бы и рады, может быть, но они не могут к вам относиться объективно хорошо. Поэтому мне представляется, что вы, ну, могли бы быть рады, хотя бы, тому, что есть. Это, на самом деле, немало, немало это, вот то, что есть у вас с ними сейчас. Боюсь, что может рассказать про мою семью, про брата, про папу. Ну, и что? Как это к вам-то относится, Мария? Меня эта вероятность должен коробить и огорчать. Почему? В чем? Как ваша ответственность связана с ответственностью брата, отца и семьи? Любой адекватный человек это понимает. И те, кто гребет под одну гребенку всех, это люди явно неадекватные. И получается, что вы скрываете от детей, от своего мужа всю эту историю? Если не скрываете, то в чем проблема тогда? А если скрываете, то нужно рассказать, потому что он, рано или поздно, обо всем узнает. Он узнает обо всем. И надо бы, чтобы он знал все-таки. Надо бы, чтобы он все-таки знал об этом. Понимаете? И поэтому я полагаю, что тут вам нужно вообще определить для себя свое отношение к этому. Как я уже сказал, разграничить ответственность, это, во-первых, ваша. И, во-вторых, как вы относитесь к той реальности. То есть вы эту реальность, вы ее не принимаете, вы ее стыдитесь, вы ее отрицаете, вы пытаетесь ее забыть, и из-за этого вас очень легко, ну, скажем так, задеть. А реальность нужно принять. То есть, у меня был такой брат, каким бы он ни был, но он мой брат, я его любил. У меня были такие родители, какие бы они ни были, они были моими родителями, я их любил. И так далее. То есть нужно вот именно так себя позиционировать. Далее. Вопрос в том, как мне реагировать или что можно предпринять? Ну, как реагировать? Я сказал, предпринять можно только то, чтобы вы сами рассказали своих близким на данный момент про себя. Сами, чтобы от вас узнали правду, а не от кого-то. Это единственное, что вы можете сделать. Думаю о том, чтобы сходить с ней погадать, пообщаться, с самой попробовать. И что вы хотите этим добиться? Что вы хотите этим добиться? Отношение свое вам эта женщина все равно не скажет, потому что если она сплетнется, то она вам будет в глаза говорить одно, а за глаза другое. И любой человек адекватный не будет слушать истории про других людей. Ему просто это неинтересно, у него своя жизнь, у него свои проблемы. Вот вы и об этом постарайтесь подумать на самом деле. Далее, мой муж очень общительный человек, с ним легко завести беседу, такой у него открытый характер. Он ровесник этой женщины, я младше его на 10 лет. Ну, вот здесь вы, получается, выбрали себе мужчину стать вас на 10 лет. Вы боитесь, что эта женщина уведет вашего мужа от вас. И вы также видели, что она же пыталась увезти вашего отца из семьи. Он скажет вопрос, не видите ли вы в своем муже отца? Не проецируете ли вы на мужа те чувства, которые у вас были к отцу и которые остались нереализованными по той или иной причине? Потому что, вот, очень на это похоже, судя по тому, что вы пишете, как у вас все это обстоит. Вот. Хотя, безусловно, с этим еще нужно расстараться. Вот. Ну, в принципе, я думаю, разобрал ваш вопрос. Правда, вы задали только один вопрос, как на это реагировать или что можно предпринять от вас вопрос. А что можно предпринять? Ну, вы же не будете женщину эту затыкать, правильно? Если она на вас реально наводит клевету, то есть что-то оскорбляет вас, как-то распространяет сведения, порочащие вашу честь и достоинство, например, то это нарушение закона. И нарушение закона, ну, соответственно, вам можно подавать на него суд. А если это простые сплетни, то я полагаю, что обращать внимание на это не стоит. И если у вас есть такая склонность, то это ваша проблема. То есть, опять же, разграничивайте ответственность. То, что вы реагируете, это не ее проблема, это ваша проблема. То, что она делает, это ее право. А как вы реагируете, это именно ваш момент, ваши трудности, понимаете? И поэтому я полагаю, что нужно, чтобы вы вот это обязательно учитывали. Чтобы вы не перекладывали ответственность за себя на других. Как вы это сейчас делаете. То есть, если вы боитесь, это не ее вина, она может делать что угодно. Любой может делать что угодно. То, что вам напрямую не вредит. А если вы боитесь, что она расскажет о вас что-то родным вашим, то получается, что вы от них это скрываете. Что-то. И если вы от них что-то скрываете, то это, во-первых, мало того, что вы не принимаете это в себе. Это сама по себе проблема. Так вы еще и не доверяете своим родным, получается. То есть, пытаетесь быть перед ними той, с кем вы не являетесь. И если они узнают вас другой, то, соответственно, ну, будут у вас проблемы. То есть, либо вам будет тяжелее как-то вот. Либо у вас будут просто трудности, ну, в отношениях с ними. Просто потому, опять же, что вы, как бы, себя не принимаете. Вот вы не принимаете себя такой, какая вы есть. И это, на мой взгляд, очень большая проблема. Именно для вас. Вот как это видится мне, по крайней мере. Вот. Так что, думаю, вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.